Всем привет! Сегодня мы с вами совершим путешествие в горы Домбая. Будем гулять в горах, кататься на канатках, поднимемся на высоту более 3000 метров над уровнем моря. Домбай относится к Карачаево-Черкесской республике на Северном Кавказе. Южная граница Домбая – главный Кавказский хребет. Высшая точка – это вершина Домбай-Ульген высотой 4046 метров. Мы добрались до Домбаи из аэропорта Минеральных Вод на такси. Ехали около 2,5-3 часов и первым делом отправились на канатку. Мы поднимаемся выше и внизу можно видеть сам поселок Домбай. Канатки здесь стоят на одного человека. На всех трех канатках подняться до вершины и спуститься – 2000 рублей. Это канатки достаточно новые. Мы еще катались на канатках советского типа. Если помните, в мультике «На пугати» они часто фигурировали. В первый день погода была хорошей, но после обеда собрался дождь, который потом прекратился, но вновь лил всю ночь. Плюс выпуск нет. Вы увидите дальше эти кадры. Мы находимся в горах Домбай. Поднимаемся на канатке на самую вершину. Погода отличная. Светит солнце. Так в горах растет Иван-чай. А сейчас мы должны подняться на самую высокую точку Домбай – более 3000 метров. Здесь прохладно уже, поэтому надо цепляться обязательно в теплую одежду с собой. КОНЕЦ Наблюдали за полетом орла. Вот и добрались мы до самой вершины комбая, более 3000 метров. Была отличная погода, но сейчас уже набежали тучи, покрыли вершины гор и, конечно, их не сильно видно, но все равно это не мешает любоваться. А вот и та самая дождливая погода. Народ едет в дождевиках. Мы спустились по канатке вниз. Тут есть канатки подешевле, подороже. Думали, что сейчас будет сильный-сильный дождь, поскольку он уже начался. Пока мы взяли кофе вкусный, пока мы пили кофе, тут же распогодилось и стала опять замечательная погода. Солнечно, тепло и хорошо. Вот такая погода в горах. Это облако очень напоминает мне дракона. Мы жили в портометах Дамбай Апарт. Очень уютно, с видом на горы. В этих апартаментах на первом этаже есть ресторан Бизон и посетить его может также любой желающий. Тут есть вот такой бассейн с жакузи, с искусственным солнцем, сауной. Было приятно его посетить. Второй день был солнечный. Мы гуляли. Погода была прекрасная. Мы направляемся к старому подъемнику маятникового типа, который выглядит как вагон метро. Ну как же пройти мимо Яков? Мы пофоткались и поснимали видео. В горах самый вкусный кофе. Всегда. Тем более с таким видом на горы. Музыка. 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 Через рынок проходим к следующим подъемникам. Уже попроще и подешевле. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 Мок и папки. Все в зелени. Такое ощущение, что находишься в джунглях. Очень необычный экспонат. Кусанка на лыжнице. Такого нигде не встретишь. Зимой это тоже не менее интересно. Можно кататься на лыжах, гулять, просто кататься на подъемниках. Можно взять в прокат аргамаки, которые можно прикрепить сзади на подъемник. Очень удобно отдыхать в поселке Дамбай, который относится к Рачаево, Черкесской Республике. И по канатным дорогам подниматься в горы и гулять. В поселке Дамбай есть все необходимое для жизни. Магазины, отели, аптеки, развлечения. Можно брать в различные экскурсии. Тут очень много интересных мест, которые стоит посмотреть. И в первую очередь это природа. Горы, озера, водопады, рейки, ущелья, поля, ручьи. В заключительный день мы поехали на Русскую поляну. Тут невероятный вид, умиротворение. Слышно только журчание воды, шелест ветра и пение птиц. Особая атмосфера. На таких машинах вот ездят и возят на поляну. Мы решили прогуляться пешком. Идти не очень далеко. Тут протекает горная река Дамбай-Ульген. Гуляя по горной поляне, мы увидели вот такие замечательные цветы. Это горные крокусы. Очень-очень здорово и красиво. Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Труп со спиной медведи А земную ось Мимо плывут столетия Как подо льдом моря Трутся обоих медведи Вертится земля Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Вертится быстрей земля Для этого мы завершаем наш экскурсный камбайн. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...